МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новина Витебской области, с тудой Вольха Шмаргун. Витаю вас. В июне 27-го жнивня прошел областный субботник. У им приняли удел больше 250 тысяч человек. Зарубленные сродки накируют на подрыхтолку навычальных установ до новых навычальных агода и проведение областного свята працанников везки Дажинки-2016 у Сянно. Полова грошей застанется в районах. Многие в этот день працавали на своих рабочих местах, на некоторых объектах побывали и наши корреспонденты. А позже Нижнебинская суббота выдалась и на звычай гарачей. Для работников уже ночи консультация номер три у Витебску. Увесь медицинский персонал вышел на допомогу будовникам. Тут идусь ремонтные работы. Будинку больше за 20 годов, але масштабной реконструкции не проводилась. Здесь будет замена полностью окон, дверей. Стены будут новые покрашены. Все полностью с новой мебелью, с новыми светильниками. Так что все будет очень красиво и все будет прекрасно. Стараемся максимально в сжатые сроки. Мы работаем здесь почти круглосуточно, потому что и не прекращается прием граждан, потому что мы делаем поэтажные. Две работники консультации так само затекавлены, как завершить устисленные термины у всей ремонтной работы. Часово вымушены были потесниться. Организовали прием урачов-специалистов на высшейших поверхах, как дать максимум с будовникам працовать. Пакуль ремонтуют другий поверх. После окончания ремонта планируется на этом этаже открыть кабинеты для врачей, акушеров, гинекологов, участковых. Кроме того, специализированные приемы для беременных с тяжелой экстрагенитальной патологией, для пациенток с нарушениями функций репродуктивной системы и кабинет онкопрофилактики. Работы в этот день знайшлося усім. Вядома будовля. Одного только сметься, кольки пришлось вынести. А тут еще и меблю новую завезли. Актыоны займались айе сборкой. До початку вересня работники консультации намерены заселиться у новые кабинеты на другим поверхе. Застанутся еще два поверхи. На третьем этаже у нас кабинет ультразвуковой диагностики, физиотерапевтический кабинет, тоже кабинет и онкопрофилактики. Мы надеемся, что ремонт будет со временем произведен во всей женской консультации, чтобы всем было удобно и комфортно. Заробленные в этот день сродки будовники организации перелечили на подрыхтовку школ до нового навыкального года. Усяго ж эта сумма по области склала 400 тысяч рублев. Инна Кириенкова, Кирилл Казберг, Новины, Витебск. На областный субботник вышли и Жихарысянно. Янырхтует свой город до свято-працевников везки Дожинки-2016. За опушние некольки месяцев райцентр изменился. Новый выгляд на была центральная площа, модернизованный дом культуры, одрамонтованные дороги, близятся до завершения будовництва ЗАГСа и реконструкция физкультурно-спортивного комплекса. Наша сдымочная группа вышла на субботник разом с Жихарами столицей областных дожинок. Вся нода областного свято рыхтует столакой. Починаючи с весны, субботники в райцентры что месяц. Районный был два тыдни тому. Тогда попрацовать на корысть города вышли больше за 6 тысяч человек. Теперь областный. Основные работы по подрыхтовке школ до новых и научных годов. Другая осенненская школа за лето пережила ремонт. И зараз наводить опошний лоск до дня ведау. За парты 1-го вересня тут сядутся больше за 500 вучнив. Наставники у Чакани-дятей взяли у руки и рыдлевки, и кисти. Мы занимаемся благоустройством школы. Засаживаем цветы. Облагораживаем территорию, чтобы была школа красивой, приятной. Готовы к 1 сентября. Все, все учителя. Да, вышли сегодня в последний штрих. Сегодня у нас 1 сентября подготавливаем школу, чтобы встретить в новой обновленной, красивой, яркой школе наших первоклассников. Как у всех учеников нашей школы. Районный ЗАГС у Сяно побудовали с нуля. Працуют тут витебские рабочие. Засталась только внутренняя отделка, где прилеглая территория. Ее упрогожит фонтан и скульптурная композиция. ЗАГС мы строим с начала мая месяца. На объекте постоянно работает около 20 человек. На данный момент мы заканчиваем отделочные работы внутри здания. Доделываем, что осталось по наружному благоустройству. Здесь будет рабочий кабинет. И учитывая то, что солнце сюда будет попадать очень редко, то строители постарались и сделали нам такой солнечный кабинет, такие солнечные стены, пол замечательно, красиво. Начальник районного ЗАГСа Вольга Мелешко с самого ранку поспела провести регистрацию шлюбу. И одразу на субботник. Переезд у новый будинок и она не просто чакая, а наближая уластными руками. Сегодня пришел час прибрать будучи кабинет. За тыдень до запланованного новоселья тут что день будет свой субботник. Два человека работают в отделе ЗАГСа. Мы сегодня тоже готовимся к переезду. То есть мы уже просматриваем, какие предметы мы с тобой заберем. Мы сняли уже картины, которые у нас есть. Мы их готовим, мы их чистим, чтобы уже перенести в новое здание. Одны допомогают с працей, інши – финансами. Частка заробленных подчас областного субботника сродка упользована под рыхтовку «Сянно» до свято-процелников везки до жинки-2016. Куда накеровать гроши, тут уже вырошили. От областного субботника планируем деньги направить на обновление стел въездной стелы «Сянно» и «Сяненский район». Также планируем за областной субботник приобрести спортинвентарь, потому что надо в ФСК делать обновление, потому что новый спортзал, необходимо поставить новое оборудование. Ну и посмотрим, надо будет что-то к дожинкам, может быть, суммирная какая-то продукция пойдет. Ну, где-то посмотрим во дворы, необходимо поставить детскую игровую площадку. До областных дожинок у «Сянно» новых выгляд набудут больше за полторы сотни объектов. Шановать лепших хлеборобов в области тут будут у концы вересня. Больга шмаргун для «Нептабола» новины «Сянно». До инших темы нашим выпуску. Гидросамолет-амфибия потерпел крушение в Брасловском районе. Трагедия отбылась поблизу везки Будзилы. На борте поветранного судна знаходилися три человеки. Утым лику я голодальник, який загинул. Еще два пассажира, шпитализованные в Брасловскую центральную районную больницу. Вядома, что гидросамолет належу индивидуальному предпринимальнику. В настоящее время следователями Следственного управления, а также Центрального аппарата Следственного комитета проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели-очевидцы, а также обстоятельства произошедшего. Разом со следшими на месте крушения працуют специалисты Державного комитета судовых экспертиз, а так сама комиссия у склада представников Департамента по авиации, Министерства транспорта и коммуникации Беларуси. Подаденным фактом сбуджена криминальная справа. Аутомобили ДАИ у громадянским выкананней дежурить поблизу нерегулируемых пешеходных пироходов у Витебску. Супрацовники фиксуют на видеокамеру порушений водителей, уякие не пропускают пешеходов, и передают информацию патрульному экипажу, який спыняет автомобиль порушальника и протягивает до администрационной отказности. Люди об этом знают, поэтому передают друг другу информацию, и заметно сократилось количество нарушений именно со стороны водителей транспортных средств. Где-то экипажем, который работает по данному нарушению, где-то в течение часа выявляется 2-3 нарушения ПДД. Это положительная динамика, и мы надеемся, что в целом количество нарушений со стороны водителей по данному пункту правил сократится. Уже с начала этого года совершено 95 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 человек погибло, и 90 получили травмы различной степени тяжести. Такие нетрадиционные методы работы Держаутоинспекция в области применяют для снижения колькости дорожно-транспортных здарений с уделом пешеходов и стабилизации дорожной обстановки. Девятая полика спартакияда профсоюза у Витебской области собрала 15 команд за сягорухи Йону. Прихильники здорового холода життя, разных взрослых профессий позмахалися у шматликих видах спорта. Волейбол, шматборье, настольный теннис, гировый спорт. Подробязности у Виктора Пралича. У девятый раз супрацовники разностайных предприемств и организаций в области сбираются в униформальной обстановке. Деловые костюмы и спецоденья они меняют на спортивную форму, как, что называется, помериться силами. Баталиям традиционной попередничала церемония открытия войку и проглядались еще мотивы Бразильской Олимпиады. Магнитоны, заслуженные мафии спорта, и дели друзей олимпийских микроводинок. Федерация профсоюза сегодня выработала рекомендации для руководителей организаций по моральному материальному поощрению работников, которые активно занимаются физкультурой и спортом. Помогаем развивать и детско-юнический спортивный спорт. И вот сегодня на спартакиаде будет представлено 13 наших детско-юнических спортивных школ и профсоюзов, которых занимается более 5000 учащихся. С каждым годом подобная спартакиада набирая обороты и по удельной жизни сбирается все больше правкамуцев. Для Светланы Парчевской эта баталия не первая. Как командир сборной, признается и она, тут самая халуна не столько перемога, сколько удел и сгуртованность духу. Приехали сюда с хорошим настроением участвовать и побеждать. У нас есть свои, так скажем, областные олимпийские надежды, которые, очевидно, принесут нам и хорошее место в общем зачете и медали в каких-то индивидуальных программах. Непосредственно мы участвуем каждый год, когда проводится данное спортивное мероприятие. Мы обязательно в нем участвуем. Причем даже если где-то хочешь, в общем-то, в меньших видах поучаствовать, то самое главное, что настроение людей. Давайте вот всю команду, во всех видах обязательно выставимся. Сегодняшняя спартакиада – это не только праздник здоровья, конкретно этот день и возможность командам соревноваться в различных видах спорта. Эта спартакиада заставляет и членов профсоюза, и работников предприятий по-другому совершенно относиться к здоровому жизни, а для того, чтобы подготовиться к этим мероприятиям, это проведение каждодневных тренировок. Поэтому люди совершенно по-другому смотрят уже и на себя, и на подготовку к этим мероприятиям. Поэтому считаю, что это абсолютно правильное, важное и нужное направление, которым занимается наш профсоюз. Областная межгалиновая спартакиада проводится у три этапа. И первый с поборницей у коллективов физкультуры по доступных видах спорта на протягу года. Другие этапы включают с поборницей сирот коллективов физической культуры в программе областных галиновых спартакиад и першинствов. У Лужасне пройшел финал. Виктор Пралич, Ян Пчельнику, Новинный, Витебск. Боль за 50 команд собрал в Витебске городский турнир по баскетболе 3 на 3. Все это стритбол, ладился сярод розных взрослых категорий. Самые молодые удельники, хлопчики и девчинки до 12-ти годов. Гуля такого формата потребует не только индивидуального майстерства, а и организованности и отказности. Интерес до ее великой растет с кожным ходом, как и колькость удельников. С поборницей проходили весь день, с ранку до вечера, а завершились и иные выступления мужчинских и женатших команд. Привлекателен тем, что, во-первых, можно играть и на улице, и в зале. Тем, что это соперничество. Есть 3 на 3, есть 5 на 5. То есть это обыгрыши 1 на 1, это контактная игра. То есть именно тем, что ты взаимодействуешь с соперником, ты хочешь стать лучше. Здесь, конечно, труднее играть, потому что 5 на 5 легче играть. И все могут помочь, и сразу все стоят по своим местам вообще. И можно любую комбинацию сделать. А здесь их приходится переставлять всех. Поэтому приходится учиться. За 4 года мы из 32 команд и одного турнира выросли в 7 самостоятельных турниров. И порядка 30, 50, бывает 60, 70 команд принимают участие у нас. В каждой, да, в каждой возрастной категории. Благодаря интернету сейчас все узнают о нашем турнире. И из, скажем так, областного мероприятия мы уже перестали в республиканские. И даже регулярно к нам приезжают команды из России. Пераможцы вызначили себя у 4-х взрослых категориях. Неводная команда-удельница не засталась и без специальных подарунков, которые подрихтовала Витебская областная федерация баскетбола. Обголовных и интересных событиях у жителей в области поведомляют на своих сторонках региональные выдания. Областная газета «Витебские вести» в номере за авторок 30-го жнивня рассказывает, как прошел субботник и куда будут перелечены сроки. Информатизация системы охоты здоровья наступный этап развития медицины в области. Про это пойдет размована коллеги Галины, поведомляя выдание. Журналисты так само подрихтовали репортаж с Межгалиновой спартакияды профсоюзов в области, якая пройшла в Лужасне. На урочистом открытии колонну профсоюзных спортсменов узначалили боксер Виктор Зуев, тяжко-атлеты Настасия Михаленко и Татьяна Стукалова, знакомитые представники Витебщины на Олимпиадах разных годов. Городская газета «Витебща» открывает номер за авторок 30-го жнивня на виной про перемогу урадженца Витебска Саши Миненка на республиканском отборочном туры детячого конкурса «Еуробачене-2016». В опущении дни жнивня на посаджении Харваканкама расследили пытания об готовности установ адвокации Витебска до навычального года. Подробностей в материале до навычального года готовые. Репортёры газеты подрихтовали оперативную справоздачу с прямой линии старшини Витебска Харваканкама Виктора Николайкина с жахарами областного центра и рассказали, какие пытания были поставлены на контроль. Чарговый выпуск тематичной сторонки служба 101 рассказывая про лепших супрацовников Министерства по надзвычайных ситуациях, многие из яких творчие и цекавые люди. Худко отбудутся парламентские выборы и напереды них этой важной политичной подеи жахары Витебска отказали на пытание корреспондентов, чому каждый из нас повинен принять удел у голосовании. На этом наш выпуск завершенный. Я с вами развитываюсь, а прогноз на двор я представляю компанию Макдональдс. Гуляй и веселись каждый день с Хэппи Милл. Встречайте новую коллекцию мягких игрушек Хэппи Милл из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» в Макдональд! Уближайшие сутки по в области будет в облашне с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах Навальницы. Ветер поуднево-заходни с переходом на полночь на заходни 5-10, при Навальницах порывы до 14 метров в секунду. Температура по ветру ночью плюс 12-17, днём от 17 до 22 градусов тепла. У Витебску будзе в облашне с прояснениями. Короткочасовый дождь махчимы на Вальнице. Температура по ветру ночи плюс 15-17, днём 18-20, выше и за нуль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok